Под председательством главы Кашхабльского района Заура Хамирзова состоялось совещание с представителями духовенства и общественных организаций по вопросам пресечения распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено вопросу ограничения массового скопления людей при проведении похоронных и иных обрядовых мероприятий. В работе совещания приняли участие муфти Духовного управления мусульмана Адыгеи Краснодарского края Скорби Карданов и Финди Аулов района главы сельских поселений представители общественности. Обращаясь к собравшимся, глава района отметил актуальность мероприятий в условиях наблюдаемого роста числа заболевших COVID-19, призвав всех и впредь продолжать активную совместную деятельность по пресечению распространения инфекций на территории муниципалитета. В числе озвученных рекомендаций – минимизирование числа участников при проведении похоронных обрядов и перенос свадебных торжеств на более поздний безопасный период. В частности, при посещении массовых мероприятий и мечети граждане обязаны быть в масках и перчатках, соблюдать полутораметровую дистанцию. Мужчинам во время похоронных мероприятий было предписано воздержаться от традиционных рукопожатий. Особый акцент был сделан на ритуале выражения соболезнования женщинам. Следует избегать скопления большого количества соболезнующих в одном помещении. Все были едины во мнении, что ни в коем случае нельзя недооценивать важности режима самоизоляции. И многое в данном случае будет зависеть от того, насколько серьезно и ответственно к этому отнесутся сами граждане. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Распорт Squeeze Я стараюсь Я стараюсь Боих Мы не знаем, что мы не знаем. Те, ка ци бодзея хажао зя ке, ги нацитул битинеско фаалу. Хасим хат хамче нара за гащу район тем, зэчим яфам, гешхэт. Шигусь гиптэ шо ми цифхэлггий дэу. Мы рекуджэ офем дэй ападедэ цифхэмафағағағаға шыры. Я поднялся в том, что они для того, чтобы не получить обязательства. В ходе выступления о Скорбе Карданов еще раз попросил с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, неукоснительно соблюдать предписания Минздрава, Роспотребнадзора, а также руководства региона и района.